Реализация программы по внедрению комплекса ГТО в Поморье началась еще весной 2014 года, отметила Елена Доценко. В 2015-м на территории региона состоялось уже более 100 спортивных мероприятий по сдаче пробных нормативов. В результате спортивное тестирование прошли свыше 25 тысяч северян, наиболее подготовленные физически. Согласно статистике, 70 из 100% участников тестирования выполняют норматив на тот или иной знак отличия. Это очень высокий процент готовности. 20% участников пробных испытаний сдали нормативы на золотой знак ГТО, 40% на серебряный, еще 20% на бронзовый. С 1 января 2016 года сдача норм ГТО станет обязательной для школьников. Отличные показатели у старшеклассников дадут им преференции при поступлении в ВУЗы. По крайней мере, сегодня это обещают с высоких трибун. Все обучающиеся смогут выполнять нормативы ВФСК ГТО официально. И Министерством образования и науки Российской Федерации направлена рекомендация в адрес учреждений высшего профессионального образования о том, что университет или институт, соответствующий программам ВПО, может учитывать спортивные достижения, в том числе выполнение ВФСК ГТО, в качестве дополнительных бонусов при определении поступления в то или иное образовательное учреждение. Взрослое работающее население сдача норм ГТО в обязательном порядке ожидает не раньше 2017 года. Задача областного министерства по делам молодежи и спорту уже в ближайшие месяцы – организовать процесс на территории региона так, чтобы испытания проходили без каких-либо заминок и недоразумений. Орг вопросов много. От обеспечения медицинского сопровождения и максимальной доступности всех желающих, до оперативного обмена информацией с Федеральным министерством спорта о золотых результатах и организации торжественного вручения знаков ГТО высшего достоинства. Так, региональным оператором по внедрению комплекса ГТО в Поморье назначен Центр развития массового спорта. Его специалисты займутся сбором протоколов о сдаче нормативов ГТО и будут подавать сведения в Министерство спорта России. На территории Архангельской области откроется 16 центров тестирования. Важно сделать так, чтобы спортивное тестирование мог беспрепятственно пройти каждый житель нашего региона, подчеркнула министр спорта.